Основным инструментом военно-экономической мобилизации является бюджет. Соответственно, чтобы была военно-экономическая мобилизация, нужна и бюджетная мобилизация. А что такое бюджетная мобилизация? Это, прежде всего, увеличение доходной части бюджета. Тема бюджета сейчас опять выходит на первый план. Начинается процесс обсуждения проекта бюджета. На проекты бюджета на следующие три года. 24, 25 и 26 годы. Я приветствую, прежде всего, конечно, Валентин Юрьевич Катасонова, доктора экономических наук, профессора, который постоянно участвует в беседах наших. Здравствуйте, Валентин Юрьевич. Да, приветствую всех. Здравствуйте, Александр Иванович. У нас, конечно, широчайший диапазон тем. Мне сегодня хотелось бы вас попытать насчет нашего бюджета. И, в частности, есть ли у нас резервы увеличения бюджета? Все-таки в условиях войны, наверное, самое время ставить вопрос о мобилизационном бюджете. В каком состоянии, с этой точки зрения, вы видите этот бюджет? Является ли он мобилизационным, недомобилизационным, перемобилизационным? Вот ваше мнение. Да, да. Как мы с вами, Александр Иванович, неоднократно говорили, еще даже в прошлом году, о том, что в связи с началом Средней войны коллективного Запада, нам необходима экономическая мобилизация. Вернее, военная экономическая мобилизация. Ну, а основным инструментом военной экономической мобилизации является бюджет. Соответственно, чтобы была военная экономическая мобилизация, нужна и бюджетная мобилизация. А что такое бюджетная мобилизация? Это, то есть, все увеличение доходной части бюджета. Ну, и далее, конечно, распределение этих доходов в соответствии с теми целями, которые определены стратегией развития государства. Но у нас, к сожалению, нету стратегии развития государства. С одной стороны, а с другой стороны, нету никаких признаков того, что происходит бюджетная мобилизация, то есть, расширение ресурсной базы бюджета. Ну, вот, тема бюджета сейчас опять выходит на первый план. Ну, почему она выходит? Потому что начинается процесс обсуждения проекта бюджета. На проекты бюджета на следующие три года. 24, 25 и 26 года. Значит, 26 октября начинается слушание в Государственной Думе о проектах бюджета. А проект бюджета был подготовлен Минфином. Я назову некоторые вам цифры, а потом чуть ли ниже, чуть позже я их прокомментирую. Доходы в 2024 году 35 триллионов, в 2025 – 33,5, в 2026 – 34,1 триллиона рублей. Ну, а расходы запланированы в размере, соответственно, 36,6 триллиона, 34,4 триллиона, 35,6 триллиона, то есть вы видите, что расходы по-прежнему больших доходов, стало быть, на протяжении трех лет, бюджет наш будет дефицитным. Ну, конкретно в 2024 году дефицит должен составить 1,6 триллиона, в 2025 – 0,9 триллиона, в 2026 году – 1,5 триллиона рублей. Ну, уже, значит, проект документа, он размещен в интернете, уже, значит, эксперты его обсуждают. Ну, вот обсуждают в основном две темы. Обсуждают тему бюджетного дефицита, насколько оправдан этот бюджетный дефицит и насколько он может действительно, скажем, усугубить государственный долг Российской Федерации, насколько он повысит процентные расходы в бюджете Российской Федерации. Ну, а другая тема – это, собственно, обсуждение структуры самого бюджета, структуры по расходам. Ну, безусловно, что основной статьей бюджета являются оборонные расходы, ну, дальше расходы на экономику, социальную сферу и так далее. Я не буду сейчас обсуждать вопрос структуры бюджета. Да, здесь страсти накаляются до предела. Ну, совершенно справедливо говорится о том, что у нас только оборонные расходы повысили удельный вес, а остальные, почти все остальные статьи, они сокращены. Не только и даже не столько в абсолютном выражении, сколько в процентном. Особенно, конечно, образование, наука, культура и так далее. Вот, не буду я сейчас обсуждать тему структуры и даже не буду обсуждать тему дефицита. Мы с вами, по-моему, затрагивали тему дефицита, говорили о том, что, в общем-то, у нас вроде бы небольшой государственный долг. Он действительно очень небольшой, скажем, по сравнению там с валовым внутренним продуктом. Он составляет где-то порядка 17%. Вот, если сравнить с американским долгом государственным, там 130% ТВП. Ну, и если так вот мерить американскими мерками, то вроде бы как у нас процентные расходы бюджета должны составлять не более 1-2% от всех бюджетных расходов. Ну, я посмотрел, значит, цифры, ну, вот этого проекта бюджета, там получается примерно 5%. Парадоксально, государственный долг небольшой, а доля в бюджетных расходах 5%. Ну, для сравнения, в Соединенных Штатах в бюджете на 2023 год, по-моему, 10%. Ну, там же какой гигантский государственный долг. А все дело в том, что у нас очень дорогой государственный долг. Поэтому вот при сравнительно небольшом таком абсолютном объеме этого долга 5% это, в общем-то, очень серьезно. Это примерно совокупные расходы на науку, культуру и образование. Вот что это такое. А ведь мы могли бы обойтись вообще без этого бюджетного дефицита. И вот я как раз сейчас хочу перейти к основному вопросу. Доходы казны, вот я не буду перегружать внимание и память наших слушателей, и зрителей цифрами, они где-то, доходы казны варьируют где-то в диапазоне 18-20% ПВП. Выше 20% ПВП. Доходы, вот я смотрел за последние 10 лет, они никогда не поднимаются. Ну вот в 2024 году доля бюджетных доходов допланирована в размере 19,4%. А в 2026 году вообще должно быть 16,8%. Возникает вопрос, почему, что это за такой потолок? Больше 20% значит бюджетные доходы не поднимаются. И я, естественно, значит, решил поинтересоваться, каковы размеры бюджетов других стран. Я для этого захожу в базу данных Международного валютного фонда. Ну и, в общем-то, получается интересная картинка. У нас где-то этот показатель примерно полтора, а по некоторым западным странам два раза ниже. Понимаете? Возникает вопрос. Значит, видимо, здесь не какие-то объективные пределы, а какие-то, видимо, субъективные факторы срабатывают. Вот я, значит, предлагаю еще некоторые цифры. А есть понятие консолидированный бюджет. Ну вы понимаете, что такое консолидированный бюджет. Это бюджет центрального правительства, в данном случае федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации. Ну в каждой стране почти тоже есть понятие консолидированного бюджета. Вот консолидированный бюджет больше полтора-два раза, чем бюджет центрального правительства. Ну вот в базе данных я просто нашел цифры по консолидированному бюджету стран мира. В базе данных МВФ. Поэтому тут показатель более высокий. Вот по России, в России бюджетные доходы консолидированного бюджета составили 30% ПВП. 30% ПВП. Ну где-то в 1,8 раза больше, чем бюджетные доходы по центральному правительству, по федеральному бюджету. Я почему беру именно вот этот консолидированный бюджет, потому что в МВФ есть сравнительная статистика по почти 200 странам. Поэтому мне интересно сравнить, а как Россия выглядит на фоне других стран. Ну вот, значит, у нас 30% ПВП на 2022 год, а у Соединенных Штатов 33. Это при том, что, значит, если пересчитывать наш бюджет в доллары, даже по паритету покупательной способности, и сопоставлять его с американским, то наш бюджет 18-20 раз меньше американского. Но почему-то американский бюджет при этом, значит, имеет более высокие показатели бюджетных доходов по отношению к ПВП. То есть Америка более мобилизована, чем мы. У Великобритании 39%, а еще раз повторяю, у нас только 30%. У Германии 47%, у Франции 53,5%. Ну и так далее. Я посмотрел, все страны, которые мы называем экономическими развитыми, у них бюджетные доходы, консервированные бюджетом, варьируют в диапазоне 40-50%. 40-50%. То есть это, строго говоря, результаты политики налогообложения, по сути дела. Да, совершенно верно. Но, кстати, есть даже одна страна, рекордсмен, у Норвегии, значит, бюджетные доходы, консолидированные бюджетом, 61%. То есть два с лишним раза больше, чем у России. А ведь Норвегия не находится в состоянии войны ни с кем. Однако она сумела консолидировать и мобилизовать 60% своего вала внутреннего продукта для формирования бюджета. Но мы с вами давно, так сказать, подозревали и продолжаем, что есть определенная какая-то внутренняя заданность, которая выводит наиболее преуспевающие слои населения. А это очень тонкая прослойка, практически олигархи и окружающие их, так сказать, крупные предприниматели, промышленники, финансисты, за скобки общебюджетной политики. И по отношению к ним, по сути дела, принимаются постоянно и поддерживаются определенные льготы, очевидно. Совершенно верно. Совершенно верно. У нас дикий олигархический капитализм, и поэтому олигархи поддерживают только такой бюджет, который не выходит за рамки 17-18% по федеральному и 30% консолидированного бюджета. А 50% для них это просто страшно, это недопустимо. Ну, правильно, потому что, Валентин Ильич, очевидно, здесь простая логика, и она будет понятна всем нашим зрителям, что если, строго говоря, поднимать эту планку, то ее придется поднимать за счет богатейших людей. Конечно, потому что большая часть населения отжата как лимон. А можно сказать, больше нечего. Здесь возникает вопрос, чего не хватает? Не хватает политической воли, власти, может быть, власти недостаточно. Трудно сказать. Кстати, еще одна такая новость. В начале месяца группа депутатов во главе с Ниловым, Ярослав Евгеньевич Нилов, бросили проект закона о введении прогрессивной шкалы налогообложения. Я встречал много разных расчетов, которые показывают, что если бы у нас была прогрессивная шкала обложения НДФЛ, налога на физические лица, на доходы физических лиц, то мы бы могли действительно иметь, скажем, бюджетные доходы по федеральному бюджету 35-40%. То есть уже приближались бы к... Ну, тут, конечно, возможны варианты, потому что есть разные варианты этой шкалы прогрессивного налогообложения. Ну, вот, я не знаю, чем это закончится. Сейчас средства массовой информации обсуждают эту инициативу законодательную. Ну, я просто хочу сказать, что таких инициатив уже было достаточно много, и лоббисты наших олигархов, они блокируют продвижение подобного рода закона. Ну, в данном случае, мне кажется, рейтинг популярности Путина плюс ситуация делают это, в общем-то, не просто исполнимым, а безусловно исполнимым, эту задачу. И думаю, что в нынешних обстоятельствах и олигархия бы вряд ли стали дергаться. Ну, да. Вот, все спокойно, во склонении вы, потому что все-таки мы с вами знаем, что продолжается отток через трансграничные переходы. Деньги по-прежнему вводятся в эти офшоры, где, скорее всего, они и пропадут. То есть, эти же самые деньги могли бы поступать в казну и пополнять наш бюджет. Ну, конечно. Я, кстати, Александр Иванович, сделал такой простой рейтингический отчет. Значит, какие бы были дополнительные доходы бюджета, если бы мы вышли на европейский норматив 50%. По итогам прошлого года ВВП страны составил 151,5 триллиона рублей. Вот, что такое 50% от этого показателя? Это 75-76 триллионов рублей. Это означает, что мы могли бы увеличить бюджетные доходы на 30 триллионов рублей. Вот, представляете, что такое 30 триллионов рублей? Это, по сути дела, еще один годовой бюджет. И уж, конечно, о каком-либо там дефиците бюджета говорить было бы просто неприличным. И уж, конечно, о никаких процентных расходах в бюджете федеральном и консолидированном тоже быть не должно. То есть у нас есть все для этого. Необходимо политическое воле. И вот сейчас этот законопроект, я не знаю, действительно, почему он сейчас именно запущен. Может быть, это действительно искреннее желание народных избранников ввести такую шкалу прогрессивного налогообложения. Может быть, это делается под предстоящие выборы президента Российской Федерации. Показать, что вот и сегодня-завтра будет у нас прогрессивная шкала. Ну, в общем, я думаю, что мы будем отслеживать эту тему. Спасибо, Валентин Юрьевич, за этот разговор. Он вносит ясность. Ну, кстати, Михаил Иванович, еще тоже одну интересную вещь. Я как статистик, я люблю всегда оперировать цифрами, а не какими-то там абстрактными аргументами. Значит, Росстат, он на квартальной и годовой основе готовит такую статистику, которая называется структура вала внутреннего продукта по видам доходов. Три основных вида доходов. Это заработная плата, это, значит, чистые доходы государства, о чем мы с вами сейчас говорили, и валовая прибыль капитала. Вот как выглядела картинка, скажем, в 95-м году. Заработная плата 45%, чистые доходы государства 12% и прибыль капитала, валовая прибыль капитала 43%. Всего три цифры. А теперь давайте перенесемся в 22-й год. Заработная плата 39%, валовая прибыль капитала 53%, чистые доходы государства 8%. Вот мы проверяем эту задачку с помощью другой статистической таблицы. То есть мы видим, что большая часть валового внутреннего продукта просто забирается капиталом. Забирается капиталом. Поэтому, я думаю, пока Россия не избавится от этого дикого олигархического капитализма, у нас не будет нормального бюджета. Да, но одновременно мы можем смело констатировать, что пока мы по-прежнему шатаемся между двух, так сказать, берегов, не находим дна под ногами, и это все, конечно, усугубляет ситуацию, особенно в свете тех серьезных вызовов, которые страна сейчас переживает и внутри, и вовне. Вселенный, спасибо за этот разговор. Мы беседовали с Владимиром Катасоновым, доктором экономических наук, профессором, руководителем Русского экономического общества. До новых встреч. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!